Девушки отдыхают Это потрясающая встреча биткоинеров. Я очень рад находиться здесь, в Нэшвилле, в городе, известном своей музыкой, в городе, известном своей свободой. И для меня большая честь следовать за сенатором Хаггерти и выступать перед вами сегодня. Сегодня я решил использовать слайды. Сегодня я решил использовать слайды. И для тех из вас, кто видел мою презентацию, некоторые из них со слайдами, некоторые без слайдов, я получил много хороших комментариев о тех, что со слайдами. И поэтому я решил, что лучший способ сделать эту презентацию лучше, это добавить больше слайдов. Так что количество слайдов увеличивается. И без дальнейших проволочек я хочу поговорить о биткоин-революции. И я также хочу поговорить о восстановлении нашей глобальной экономики с помощью цифрового капитала. Мир, каким мы его знаем, основан на идеях 20 века и технологиях 20 века. Акции торгуются с 9 часов 30 минут до 4 часов ровно. Если нет выходного дня, вы не можете делать что-то в выходные дни. Все происходит медленно. Все стоит дорого. Для тех, кто подключился по поводу чата Хантеров, снизу есть ссылка. Вы можете пройти экскурсию в закрытый чат Хантеров. Юра проведет. Приходите. Welcome. Come on. Всех ждем. Да, а если вы хотите, например, посмотреть какие-нибудь вебинары, которые у нас проходят почти каждый день, тоже идите в Telegram, в закреп и забирайте вебинары, которые проходят каждый день на разные темы. Вы можете на все прям зарегистрироваться и приходить. Всех ждем. Если мы хотим процветать в 21 веке, нам нужны новые идеи и они должны быть основаны на новых технологиях. На этой диаграмме, которую вы уже видели, я вывел ее на экран. Это 900 триллионов долларов глобального богатства. Это те 900 триллионов долларов, которые распределены между физическими активами и финансовыми активами, которые представляют собой идеи 20 века и технологии 20 века. А в левом верхнем углу есть маленькая оранжевая точка, маленький оранжевый актив, который мог бы стать тем, что мы называем биткоином. Это 1 триллион долларов. Это кажется большой суммой, если начинать с нуля, но если посмотреть на это в более широком контексте, то это всего лишь 0,1%. Вот еще один способ взглянуть на ту же диаграмму. Это не 900 триллионов активов. Это совокупность активов, удерживаемых для их утилитарной ценности, и совокупность активов, удерживаемых в качестве средств сбережения, долгосрочного капитала. Когда я покупаю дом, я хочу жить в нем, но когда я покупаю кучу облигаций, я просто вкладываю туда свои деньги, потому что я не знал, что еще с ними делать. И когда вы начинаете смотреть на мир, как на большой кусок долгосрочного капитала, 450 триллионов долларов или более капитала, и вы начинаете думать о том, как мы храним этот капитал, вы видите двигатель революции. Глобальная экономика испытывает трудности, потому что мы полагаемся на несовершенные активы и несовершенные системы для хранения этого капитала. Это подрывает наше сохранение капитала. Так как же нам создать лучшую систему? Что же это Тесла? И у Теслы была цитата. Он сказал, хочешь понять Вселенную? Думай с точки зрения энергии, частоты, вибрации. Я собираюсь перевести это. Сейчас я собираюсь поговорить о физике денег. В чем заключается физика денег? Энергия — это деньги, капитал или богатство. Вы могли бы использовать их взаимозаменяемо для этой речи. Частота — это продолжительность или срок службы. Сколько времени это займет? Минута, час, год, столетие? И мы вибрируем деньги каждый раз, когда мы торгуем друг с другом, или мы переводим деньги из одного места в другое, или мы превращаем собственность в другой тип актива. Так, друзья, вы наверняка слышали о таком явлении, как аэрдропы. Аэрдропы — это когда проекты, платформы раздают ранним пользователям бесплатные деньги. Да, действительно, надо сделать транзакции, надо разворачивать ноды и так далее. Но проекты раздают десятки, а иногда и сотни тысяч долларов своим ранним пользователям. Но для того, чтобы облегчить вам все это дело, есть платформа Аэрдропхантер, которая позволяет полностью автоматизировать все процессы. Вам, как пользователю, надо просто прийти на площадку, подключить свой кошелек, выбрать то количество пакетов, которые вы хотите взять, и в одну кнопку все запустить. Скрипты автоматически сделают в блокчейне все необходимые действия, и у вас будет возможность получить аэрдроп на десятки, а может и на сотни тысяч долларов. Ссылочки я оставил все в описании. На платформе есть туториал, обучалочка. Смотрите, все очень удобно и понятно. Итак, вот важное уравнение. Полезный срок службы равен стоимости актива, деленной на стоимость его обслуживания. Если вы ищете срок службы ваших денег в качестве актива, то способ выяснить это, спросить, сколько стоит поддерживать этот актив в первозданном состоянии каждый год. Что я должен потратить, чтобы избежать износа или разрушения? Оказывается, что этот срок службы очень близок к тому, что мы знаем в сообществе биткоина как соотношение запасов к потоку. Они очень взаимосвязаны, если вы измеряете их в годах. Многие частные лица и большинство корпораций используют финансовые активы для сохранения капитала. И в этом заключается источник проблемы для нас. Давайте поговорим о финансовых активах. Я хочу сохранить свои деньги на длительный срок. Начнем с миллиарда долларов, вложим их в песо, и деньги обесценятся через два года, верно? Уровень инфляции в 98% лишает вас экономической энергии или вашего капитала. Это не очень хороший долгосрочный актив. Турецкая лира, ваш капитал продержится три года. Доллар США при традиционной денежной инфляции за последнее столетие может прослужить 14 лет. Но это не значит, что у вас есть эти 14 лет. Жизнь высасывается из вас линейно в течение этих 14 лет. Вложи свои деньги в хедж-фонд. Какова годовая стоимость? Это 2% комиссии за управление, а затем 20% от прибыли, около 4% в год, если вы инвестируете в обычные активы. Это означает, что это актив сроком на 25 лет. Казначейские облигации, вы получите доходность, но 3,5% доходности после уплаты налогов идут вразрез с 7% денежной инфляции. Возможно, ваши деньги продержатся 30 лет. Капитал в паевом инвестиционном фонде, где вы платите 1% комиссии, 100 лет. Это примерно все, что вы можете получить. Если вам удастся купить диверсифицированный портфель по ставке 10 базисных пунктов, риск контрагента приведет к тому, что ваши расходы составят 1%. Итак, вот ваши финансовые активы. Мы управляем миром, основываясь на наборе идей 20 века, и в среднем ваши финансовые активы прослужат вам 30 лет. Мы все знаем, что инфляция снижает стоимость финансовых активов. Но инфляция — это только верхушка айсберга. Вы также будете разбавлены тарифами, сборами, правонарушениями и переводами. Налогами. У нас есть все виды налогов. Подоходный налог, налог на прирост капитала. Каждый раз, когда вы вибрируете, перемещаете деньги, вы облагаетесь налогом на эти деньги. А затем, если налоги не заберут вас, а правонарушения не уничтожат вас, у вас есть погода, конкуренция, моральное устаревание и политика катастрофа. Это те вещи, которые со временем снижают стоимость вашего капитала. И если вы хотите поддерживать экономическую энергию, вы должны бороться с этим трением. Что же, большинство людей понимают, что это разочаровывающее и беспроигрышное занятие. Поэтому они отказываются от финансовых активов и начинают обращаться к физическим активам для сохранения капитала. Вот физический актив Феррари. Но это не лучший способ сохранить свои деньги навсегда, потому что через пять лет вы потратите столько же на страховку, содержание, амортизацию, сколько он стоит. Яхты не намного лучше, если вы тратите 10% своих денег на их эксплуатацию, вы также получаете амортизацию. Не храните свои деньги на яхтах. Дом на пляже Майами, если вы покупаете дом стоимостью 10 миллионов долларов, вам лучше придумать 10 миллионов долларов на содержание дома в течение 17 лет. Теперь у вас не осталось денег. Сильвер 22 года. Склад — 40 лет, может быть 50 лет. Золотой слиток — 62 года. Картина — 72 года. Земля — средний налог на недвижимость в Соединенных Штатах, составляет 1,1%. Это означает, что ваших денег хватит на 91 год, если только правительство не проведет переоценку стоимости вашей собственности. Тогда этого хватит менее, чем на 91 год. Самым старым семейным ранчо в Соединенных Штатах является Королевское ранчо. Они строили его 173 года. Все остальные семьи в стране потерпели крах. А вот здесь находится самая долгоиграющая собственность — королевское поместье в Соединенном Королевстве. Можно сказать, что королевская семья владела им с 1066 года, но с другой стороны, оно перешло от плантагенетов к стюардам, через ланкастеров и йорков, и в конце концов нашло свое применение. За семью Ганновер. И таким образом, возможно, семь разных семей поделили это между собой. Ни одна из них не взяла это с собой. Таким образом, можно подумать, что материальных ценностей хватит на тысячу лет. Вероятно, самое лучшее, что вы можете сделать, это прожить от 50 до 75 лет. Энтропия снижает стоимость твоих физических активов. Она высасывает из них капитал и энергию. Есть причина, по которой это место называется землей, а не раем. Потому что политики очень изобретательны. У них есть городской налог, окружной налог, налог штата, федеральный налог, налог на передачу, налог на пользование недвижимостью. И если это вас не устраивает. Есть еще один способ. Контроль за арендной платой, контроль за ценами или культурный шок, и тогда у вас появляется конкуренция. Вы можете подвергнуться дискриминации. Сейчас рецессия, валюта может рухнуть, ваши арендаторы не будут вам платить. Кто-нибудь поскользнется и упадет на тротуаре перед домом и подаст на вас в суд. Есть погода, война, преступности, катастрофы. И если цены на энергоносители взлетят до небес, тебе будет трудно добиться успеха. Физический капитал – это непростое решение. Кое-что я узнал в Массачусетском технологическом институте. Это три закона термодинамики. Ты не можешь победить. Ты не можешь даже выйти в ноль. Но ты не можешь и выйти из игры. Так вот, ты мог бы остановиться прямо здесь и почувствовать себя немного подавленным, но с другой стороны мы не хотим проигрывать. Так что ты начинаешь думать, а что если бы мы могли найти выход из игры? Тогда мы могли бы выйти в ноль. Когда ты мог бы победить? Сатоши нашел выход. Он отдал его и ушел. И это биткоин. Биткоин – это цифровой капитал. Это то, что он создал. Биткоин – это бессмертный, неизменный и нематериальный капитал. И я использую это в этом смысле. У него бесконечный срок службы. На него не влияют силы погоды, энтропия, инфляция. Он нематериален в том смысле, что он не в физическом мире. Он не страдает от всего этого парада ужасов, которые являются бичом финансовых и физических активов. И это решение нашей экономической дилеммы. Преобразование нашего капитала из финансовых и физических активов в цифровые активы решает проблему, с которой мы все сталкиваемся. Теперь, как долго живет биткоин? Что же, возьми свой биткоин и помести его в хранилище, в хранилище институционального уровня, и ты будешь платить 10 базисных пунктов. Ты знаешь, согласно первому закону денег, это означает, что ты проживешь тысячу лет. Хранитель может не продержаться тысячу лет, но это не имеет значения, потому что вы можете перемещать биткоины каждый год или каждое десятилетие, и вы можете оставаться на шаг впереди. Если хранители потерпят неудачу, вы не можете телепортировать здание. Ты же не можешь телепортировать королевское ранчо, не так ли? Итак, биткоин — это та вещь, которую вы можете перемещать. Скажем, вы храните свой биткоин. Вы можете самостоятельно хранить свой биткоин примерно с одним базисным пунктом в год. При условии, что вы покупаете хорошие аппаратные кошельки и устройства для подписи, и тратите день в году на то, чтобы следить за этим, теперь у вас есть актив на 10 лет. А что произойдет, если вы отдадите его искусственному интеллекту? Ну, искусственный интеллект или компьютерная программа могут поддерживать эти закрытые ключи за счет электроэнергии. У вас есть актив на 100 тысяч лет. Искусственному интеллекту понадобится биткоин. Если у них будет выбор между владением биткоином и владением ранчо в Техасе, или владением слитком золота, или владением аргентинским песо, то совершенно очевидно, чего они захотят. И вы можете видеть здесь, почему они этого захотят. Цифровые активы — это совершенно особый класс активов. Когда вы сравниваете их со всеми другими активами, которые вы можете использовать для сохранения капитала, вы можете видеть, что они находятся за пределами шкалы. Все остальное живет в диапазоне от 30 до 4050 лет, а вы находитесь в диапазоне от 1000 до 100000 лет. Это прорыв в сохранении капитала, но это делает его революцией в экономике. Если вы хотите быть богатым, торгуйте разумно. И вот очень простой принцип. Торгуйте временным ради постоянного. Обменяй свой тающий рожок мороженого на песо, песо на доллар, доллар на землю, а землю на биткоин. Обменяй валюту на капитал. Обменяй что-нибудь хрупкое на что-нибудь устойчивое. Обменяй что-нибудь местное на что-нибудь глобальное. Обменяй что-нибудь физическое на что-нибудь цифровое. Обменяй безопасность на сырьевые товары. Обменяй сырьевые товары на дефицит. Двигаясь в этом направлении, вы не можете ошибиться. так что давайте поговорим о некоторых великих сделках в истории, о сделках на триллионы долларов голландцы понимали морскую мощь, они понимали корабли, у них их были тысячи они купили лучший порт нового света за пару сотен долларов в виде пластиковых и текстильных везделушек и сегодня это стоит 2,5 триллиона долларов хорошо? это была инвестиция, которая приносила 6% прибыли в течение 398 лет подряд это возврат в размере 10,5 миллиардов долларов и если вы подумаете об этом, вы скажете, почему я на самом деле отдал бы лучший порт Америки за кучу текстиля, пластика и стекла но люди, которые продали им эту вещь, не понимали морскую мощь если вы не цените причину, по которой вы хотите эту собственность, вы не будете ценить эту собственность Наполеон хотел покорить старый свет, а Джефферсон хотел расширить новый свет так что Франция продает Луизиану Соединенным Штатам за 15 миллионов долларов в 1803 году этих 15 миллионов долларов, вероятно, хватило на несколько месяцев на содержание французской армии это ушло Джефферсон понял это он получил 27% территории Соединенных Штатов это возврат в размере 800 на, стоящий 12 триллионов долларов или больше это будет стоить больше у Джефферсона было некоторое видение, как и у этого человека Стюарт заплатил 7 миллионов долларов за Аляску через два года после того, как страна была разорена гражданской войной Джон Дерекфеллер пытается основать нефтяную компанию сегодня под Аляской находится триллион долларов нефти это огромная прибыль за клочок бумаги сколько стоит цифровой капитал? возьмите 450 триллионов долларов, умножьте на 3% и это будет ваша энтропийная или инфляционная стоимость это обходится миру в 13,5 миллиардов долларов в год из-за всех этих парадов ужасов, когда они пытаются сохранить свое богатство если вы поставите на это 20p2i, как если бы вы оценивали компанию или долгосрочную облигацию, это будет стоить 270 триллионов долларов так что цифровой капитал стоит 1020-15 триллионов долларов в год и стоит сотни триллионов долларов проверка реальности полон ли он чуши? что же, цифровой капитал возвращает 55% за последние 4 года? финансовый капитал лучший в мире это облигация это минус 5% представьте, что вы капитализируете свою компанию или свою страну на минус 5%, а не на плюс 55% очевидно, что это работает а теперь давайте вернемся к моему графику мировое богатство, мы можем смотреть на это так, и мы видим маленький биткоин, знаете ли, в левом углу но что происходит? вот мой макро прогноз биткоина это 21 год он рассчитан до 2045 года что по моему мнению произойдет? ну у меня есть медвежий и бычий случай но я думаю, что произойдет то, что 55% сократятся до 50% 4540 3530 2520 это между 50 и 20 это будет постепенно замедляться, пока он не будет расти примерно в два раза быстрее, чем S&P индекс и при таких темпах биткоин будет стоить 13 долларов за монету в 2045 году, 13 долларов за миллион долларов это могло бы быть это мог бы быть медведь за 3 миллиона долларов это мог бы быть бык за 49 миллионов долларов но что такое биткоин? тогда это было 7% мировых активов а как же остальные активы? что же на самом деле я думаю, что искусственный интеллект и технологии вот-вот произведут революцию в технологиях у нас не было ни одной компании стоимостью в триллион долларов а потом у нас появилась куча компаний стоимостью в триллион долларов ты увидишь еще больше, потому что ты увидишь компании со 100 искусственными интеллектами и без сотрудников и они будут выполнять работу компаний, у которых раньше было 100 сотрудников ты увидишь, как мегакорпорации разработают роботов-перевозчиков, беспилотные автомобили и компанию, которая предоставит личного врача миллиарду человек без каких-либо врачей в штате так что очевидно, что акционерный капитал будет расти быстро золото будет демонетизировано, земля будет менее монетизирована но вот будущее в 2045 году не выглядит таким уж революционным это выглядит так же, как сегодня просто биткоин виден тебе на графике когда биткоин виден, это и будет базовым сценарием а каковы последствия этого? как ты зарабатываешь деньги? что же, давай поговорим об индивидуальной стратегии биткоина что тебе следует делать? сделай биткоин своим основным активом конвертируй свой избыточный заработок в биткоины используй субсидированный кредит если правительство даст тебе деньги взаймы бери деньги под низкие проценты и покупай биткоины а также найди эффективный с точки зрения налогов способ инвестировать биткоины чего тебе не следует делать? не бросай свою основную работу не теряй концентрацию на биткоине не используй маржинальные кредиты и не торгуй с кредитным плечом ты можешь все потерять пока спишь субботним вечером это не хорошо хорошо? 30-летний кредит по 3 процента обеспеченный правительством на твоей земле плохо? за одну ночь кредитное плечо увеличилось в 10 раз так кто же такой обычный человек? что же на самом деле мы моделируем отдельного человека и мы сказали, а что если бы у вас было 750 долларов в чистых активах и вы зарабатывали 200 тысяч в год и вы собираетесь зарабатывать на 5 процентов больше каждый год и у вас уровень сбережений 25 процентов и вы можете инвестировать 50 долларов в год что же существует множество стратегий? вы можете быть обычным человеком и использовать обычную стратегию диверсифицированный портфель вы можете быть десятипроцентником и вкладывать 10% своих активов в биткоин вы можете быть биткоин-максималистом и вкладывать 80% своих активов и 80% своего заработка в биткоин вы могли бы быть двойным максималистом и это когда вы по сути берете дополнительные 250 долларов в кредит под залог дома А тройной максималист — это когда вы финансируете дом за биткоины, покупаете биткоины, переводите все свои активы в биткоины, а затем переезжаете в дешевую налоговую юрисдикцию, где вы действительно можете избежать некоторых налогов и инвестировать дополнительные 50 тысяч долларов в биткоины. Может быть в Сингапур, Оае или что-то в этом роде. Каков результат? Что же, вот результат. Обычный человек в итоге оказывается с 8 миллионами долларов через 21 год. Десятипроцентник увеличит эту сумму более чем в два раза. Максимум в итоге составит 100 миллионов долларов. Двойной максимум 150, тройной максимум 214 миллионов долларов. Вы можете видеть силу кредитного плеча и выбор за вами. И вы также можете видеть, что для того, чтобы стать тройным максималистом, требуется 15,9 биткоина. Вы знаете, 6,25 биткоина сделают вас богатым человеком. Давайте поговорим о корпорациях. Взносы Конвертируйте свой капитал в биткоины. Конвертируйте свои денежные потоки в биткоины. Выпускайте акции для покупки биткоинов, когда это делается тайно. Выдай долг, чтобы купить биткоины, когда они будут выпущены. Не делай этого. Не обескровливай свой капитал налогооблагаемыми дивидендами. Не отказывайся от своего капитала путем обратного выкупа акций. Не разбавляй своих акционеров рискованной завышенной по цене деятельностью МИА. Вот наша типичная корпорация. 100 миллионов долларов денежного потока, миллиард долларов рыночной стоимости. Она растет. Как правило, это большой денежный поток. Цена ее акций составляет 100 долларов. И теперь вопрос в том, в чем заключается ваша стратегия. Норма Макси, двойной Макси, тройной Макси? Ну что же, с нормальными все будет в порядке. У вас будет цена акций в 1200 долларов, но если выделить всего 10%, она удвоится. У Макси будет почти 8 выходов, у двойного Макси 17 долларов за акцию, у тройного Макси 28 долларов за акцию, в какой компании вы хотите работать. Проверка реальности. Прямо сейчас в действии работает тройная стратегия Мэкст. Это микростратегия. Так и будет. Пройдет 48 месяцев с 10 августа этого года с тех пор, как мы начали этот путь. 48 месяцев. И ты знаешь, если ты управляешь компанией, а там 300 миллионов компаний. Если ты управляешь компанией и думаешь, что можешь делать то же самое, что делают Майкрософт, Эппл и Гугл, тогда все в порядке. Ты можешь достичь 20-25% улучшения. Если вы хотите скопировать Nvidia, вы победите всех. Но я думаю, что прямо сейчас, в залах заседаний Майкрософт, Эппл, Гугл и Тесла, они обеспокоены тем, чтобы не копировать Nvidia. И ирония заключается в том, что микростратегию легко скопировать. Я только что дал тебе инструкцию. Это просто. Вот как это складывается в течение четырех лет, не так ли? Четыре года такой деятельности приводят к 1300% улучшению. Итак, в итоге создайте сильную структуру капитала, избегайте разводняющих финансовых практик. Давайте поговорим об учреждении. У вас есть церковь, благотворительная организация, фонд Гарварда, ну в общем любая некоммерческая организация. Что вы должны делать? Измените свой устав, чтобы инвестировать в биткоины. Перераспределите средства с краткосрочных активов на долгосрочные. Вы же не стали бы инвестировать в стаканчики для мороженого. Не инвестируйте в Песо. Но почему вы владеете 20-летними финансовыми инструментами? Не владейте 50-летними физическими инструментами. Купите тысячелетний инструмент. Используйте биткоины в качестве стоимости капитала, а не S&P, S&P составляет 13%, а биткоины 55%. Верно? Подумайте о 55%, это ваша стоимость капитала. А затем используйте разумное кредитное плечо. Хорошо, вот наша модель, портфель стоимостью миллиард долларов. Вы хотите быть нормальным человеком, макси-человеком, тройным макси-человеком. Здесь на максимуме мы только что сказали, что вкладываем 100% в двойной максимум, а тройной максимум — это использование 10-процентного кредитного плеча. И вот что происходит. Вы начинаете с миллиарда долларов, и через 21 год у вас будет 5 миллиардов долларов, если вы будете нормальным человеком, и вы будете похлопывать себя по спине, говоря о том, какую хорошую работу вы проделали, управляя фондом. Но это могло бы быть 300 миллиардов долларов. Это могло бы быть в 100 раз больше. Не так уж и сложно, очень прямолинейно. А теперь давайте поговорим о богатстве наций. Это самое интересное. В чем заключается национальная стратегия биткоина? В том, что можно и чего нельзя делать. Что же, перераспределите свои казначейские средства с золотой и облигацией, которые являются краткосрочными активами, на активы сроком на 10 лет. Выпускайте валюту для покупки биткоинов, выпускайте долговые обязательства для покупки биткоинов, поощряйте владение биткоинами с помощью благоприятных законов, защищайте самостоятельное хранение биткоинов физическими лицами и корпорациями, и поддерживайте интеграцию с банковской системой вашей страны. Все это причитается. А чего нельзя делать? Не проводить политику, враждебную биткоину и его владельцам. В этом не было ничего сложного. А теперь предположим, что вы — страна-должник. На самом деле вы в долгах, у вас дефицит бюджета. Я мог бы назвать эти страны, но не буду. Я просто скажу, что вы должны много денег, и вы боретесь, у вас высокие процентные ставки, и вы не знаете, что делать. Что же, вот твои стратегии. Ты обычный человек, или десятипроцентник, или макси, или двойной макси, или тройной макси. Макси — это когда вы вкладываете в это третью часть своей казны. Двойной макси — это 65%, а тройной макси — это когда вы вкладываете в это всю свою казну и начинаете выпускать долговые обязательства. Для тех из вас, кто действительно умеет читать, ясно, что выигрывает первая страна, которая купит биткоин, выпустив собственную валюту. Это просто. Вы печатаете бумагу. Помнишь ту проверку канализации? Ты выписал чек. Ты бы такой. Ну ты же знаешь, что мог бы и поныть. О, мы не могли себе этого позволить. Ты же знаешь, что прошло два года после гражданской войны. Страна была банкротом. Миллионы людей погибли, юг в руинах, север в гневе. И этот парень Сьюарт приходит с идеей купить замороженную тундру. Много ее у кучки русских, которым нужна была бумага. Хорошо? Так что люди делали что-то и в худших ситуациях. Но вы можете видеть здесь, что стратегия обычного человека заключается в том, что вы должны триллион долларов. Ты ни к чему не придешь. Стратегия Макси окупает твой долг. Стратегия двойного Макси делает тебя богатым. Стратегия тройного Макси делает тебя очень богатым. Почему? Потому что ты покупаешь собственность, которой все бегут через сто лет, а ты просто идешь и покупаешь ее сейчас. Например, Штандарт Оилл ничего не значило. Не было ни бензина, ни автомобилей. В 1867 году у нас не было дизельных локомотивов. Мы изобрели все это, но здравый смысл подсказывает, что я могу купить что-то, что примерно в пяти раз меньше размера страны за несколько долларов. Почему бы мне просто не взять это? Биткоин — стратегия для богатых зарубежных стран. Допустим, у вас много денег, вы знаете, может быть, вы из Саудовской Аравии или Норвегии и зарабатываете много денег. Ну, а в чем заключается ваша стратегия? Вы хотите быть нормалом Макси или тройным Макси? Макси вкладывает 25% своих денег в биткоин. Тройной Макси вкладывает 75% и конвертирует свои излишки в биткоин. Вот что происходит. Ты просто становишься безумно богатым. 58 триллионов долларов богатства. Но ты знаешь, более того, это укрепляет твою национальную безопасность, потому что в итоге ты получаешь 50 долларов триллионов или больше цифрового капитала, который никто не сможет у тебя отнять. Ты же знаешь, что его нельзя украсть, верно? Они могут разбомбить твою страну, они могут вторгнуться на твою границу. Они не получат биткоин. Верно? Так что это хорошо для твоей финансовой безопасности и твоей национальной безопасности. Но обратите внимание, что если вы из Саудовской Аравии или Норвегии и если вы придерживаетесь стратегии тройного Макси, моряк говорит, что это очень легко сделать, но это так. 4,2 миллиона биткоинов у вас будет в конце этой цепочки. Это означает, что не так уж много места для тройных Макси ни на уровне национального государства, верно? Там будет один, может быть два. В какой-то момент, верно? Это возможность для агрессивного игрока. У вас может быть много семей тройных Макси и много корпораций тройных Макси. Не так уж много места для тройных Макси наций. И давайте посмотрим на Соединенные Штаты. Соединенные Штаты — это особый случай. Что же, правила по-прежнему те же, не так ли? Покупай биткоин, продавай бумагу, избавляйся от своего золота, иди на длинные дистанции. А то, чего не следует делать, по-прежнему то же самое. Не преследуй биткоинеров. Не отправляй отрасль за границу. Не отправляй капитал за границу. Но каков наш базовый сценарий здесь? Что же мы, ты знаешь, мы думаем, что искусственный интеллект и новые технологии будут стимулировать рост. Я имею в виду, ты знаешь, я собираюсь предположить, что Соединенными Штатами будут управлять компетентные руководители, и они будут использовать технологии. И мы действительно воспользуемся преимуществами искусственного интеллекта. И мы создадим автомобили, роботы и роботов, и ты знаешь, веб-сайты на миллиард человек, которые дают вам бесплатные бухгалтерские, юридические и медицинские консультации. И все это будет способствовать росту наших доходов быстрее, чем наши расходы, и в конечном итоге мы дойдем до того, что процентные ставки снизятся. Но вопрос в том, какова стратегия биткоина в Соединенных Штатах? И мы могли бы быть нормальными людьми. Ты мог бы быть десятипроцентником. Это все равно, что купить 500 биткоинов. Ты мог бы купить миллион биткоинов, двойной максимум — это 2 миллиона биткоинов, тройной максимум — это 4 миллиона биткоинов, а затем начать накапливать излишки страны, когда они приходят в биткоины. И каковы последствия? Что же, если ты нормальный человек, ты знаешь, если ты нормальный человек, и у тебя отличный рост производительности, блестящие технологии и роботы делают всю работу за нас, ты все равно останешься в долгу. Просто хуже не станет. Я имею в виду, что это спасет нас. Нам это нужно. Если ты макси, ты расплатишься с половиной долга. Если ты двойной макси, у тебя есть излишки. А если ты тройной макси, то вместо того, чтобы задолжать 30 триллионов, у страны есть 30 триллионов. Верно? Биткоин — это не решение всех наших проблем. Это решение половины наших проблем. И важный момент заключается в том, что другая половина очень сложна. На это потребуется много людей и энергии. Это половина проста. Это очень простая вещь, позволяющая решить половину наших проблем. Так что биткоин — это кибер-манхэттен. Туда пойдут сотни триллионов долларов капитала. Мы собираемся демонетизировать российскую тундру, китайскую недвижимость и все, что есть в Африке, а также все длинные здания, все, что кто-либо купил, в чем не нуждался. Все это демонетизируется. Ты покупаешь здания за биткоины, иначе бульвар, иначе весь квартал. Это всего лишь 276 к третьему. Это то, на что ты сейчас смотришь. И я собираюсь оставить тебя с одной цитатой. Сатоши Накамото запустил сеть биткоинов 3 января 2009 года. 17 января 2009 года, 14 дней спустя, за 16 месяцев до Дня Пиццы, когда биткоин ничего не стоил и не собирался ничего стоить в течение года. Сатоши Накамото сказал, что, возможно, имеет смысл просто получить немного биткоинов на случай, если это сработает. Если достаточное количество людей подумает так же, это станет самоисполняющимся пророчеством. И никогда еще не было сказано более мудрых слов. Ты смотришь на доказательства стоимостью в триллион долларов, но еще предстоит пройти тысячу раз, и у тебя есть гораздо больше информации у тебя под рукой. Надпись на стене. Биткоин – это будущее капитала. Это будущее денег. Возможно, имеет смысл получить немного биткоинов, потому что это сработало. Спасибо вам.